И когда мужчина всем дает гарантии своим присутствием, в нем появляется такой тип красоты, который привлекает женщину очень. Потому что женщине нужна гарантия рядом с мужчиной. Она не хочет жить непонятно с кем. Чтобы он был таким нестабильным человеком, нужны гарантии обязательно. Тогда она счастлива. Вот что значит женщина счастлива рядом с мужчиной? Она чувствует гарантии, это ее сразу расслабляет. Она чувствует счастье. Есть гарантии, есть счастье. Нет гарантии, нет счастья. Поэтому женщина по мелочам проверяет. Допустим, ее полюбил мужчина, она не знает, есть гарантии или нет. Ей то, что там лямур, все это ей хорошо, но это не самое главное. Она проверяет мужчину. Он говорит, завтра встречаемся в 2 часа дня. Возле Колизея, допустим, она приходит и смотрит на часы. Если он приходит 1 минута третьего, она разочарована в нем. Думаю, блин, этот человек не дает гарантии. Я не пойду с него замуж. Ну, то есть, или он, допустим, не хочет отдавать, он такой жадный, допустим. Пришел без цветов, то есть, значит, он деньги отдавать не будет. Зачем за него замуж выходить? Он даже цветочек не может подарить. Как он подарит свою работу мне, свою зарплату. Даже цветочка не может подарить. Она сразу сомневаться начинает в нем. И любовь ей абсолютно не нужна. Мужчине нужна женская заботливость. Она, допустим, говорит, я тебя люблю. В ресторан пришли, она даже не может ему что-то там послужить, позаботиться, сидит, сама ест. Ну, то в чем заключается любовь? Где ее любовь? Если она ничего для меня не хочет сделать? Она говорит, сам ешь. Что это за любовь? Любовь означает заботу. Ведь если женщина любит заботиться о людях, она позаботится и об этом человеке. Легко. И он чувствует, что это мой человек. Я хочу замуж ее взять. Если не заботиться, можно сексом позаниматься. Тоже нормально. Но замуж нет. Если мужчина как бы безответственный, ну, можно с ним покрутить роман, чуть-чуть за нос его поводить. Но замуж нет. Понимаете, о чем я говорю? Мы говорим с вами о том, откуда берется сила иметь устойчивость, успех в социуме. Эта сила берется от самих же людей. Ты людям отдаешь что-то взамен, от людей что-то получаешь. Это называется социальной силой. Если у человека не может устроиться на работу, если у человека нет высокого положения в обществе, если человек не может воспитывать своих детей, это значит, что у него нет какого-то типа силы просто в отношениях с людьми. Допустим, в воспитании детей нужен особый тип силы. Этот тип сил называется уважать младших. Что значит уважать младших? Многие люди даже не понимают, что это значит. Уважать младших означает дать младшему право делать глупости. Он младший. Он не понимает. Я когда был студентом в институте, я жил в квартире. Там две семьи жила я и еще одна семья. Я был бедным человеком, у меня не было денег, чтобы снять себе побольше что-то. И там в соседней комнате жила семья. Там мама была копия и дочка просто один в один. Если их поставить, это дочка, это маленькая копия большой мамы. Они очень похожи были на друг друга. И мама все время кричала на дочку. В кого-то такая дура уродилась вообще. И когда я смотрел на нее, я думал, мне очень понятно в кого. У меня нет сомнений. И в чем заключалась глупость мамы? Глупость заключалась в том, что она не понимала, что маленький ребенок не понимает то, что ты понимаешь. Он действительно не понимает. Допустим, мать говорит, ты что не понимаешь, что нельзя плохие отметки получать? Он не понимает. Потому что он ребенок. И кто такой старший вообще? Кто такой старший? Старший это тот, кто дает право людям не понимать. Вот, допустим, когда собачка гавкает на улице, вы что, нервничаете из-за этого? Ой, хватит тебе лаять вообще. И если вы увидите на улице человека, который ругает собачку за то, что она лает, и это не закончится, потому что собачка еще больше будет ругать, лаять, человек еще больше ругает. Сложно определить, кто более глупый, да? Но точно так же, когда вы ругаете своего ребенка, не понимая, что он не понимает, сложно понять, кто более глупый. У меня возникают сомнения в этот счет. Может быть, мама глупее самого ребенка, потому что она не понимает. Другое дело, когда мама понимает. Она видит, что ребенок маленький, у него слабый разум. Он не понимает, что так не надо делать. Это значит, что мама не нервничает, когда он делает плохо. Она понимает. Она не удивляется этому, ты что вообще с ума сошел, так нельзя делать? Она не удивляется этому, что он так сделал. Потому что он маленький, он не понимает. И вот когда человек дает право кому-то не понимать, этот человек становится старшим. И к нему и относятся с большим уважением, как к старшим, потому что он дает право ошибаться людям. Дает право не понимать что-то. И если вы так относитесь к своему ребенку, он будет очень хорошим расти, послушным. Потому что ребенок спорит, грубит только потому, что он не согласен, что к нему так относятся. Он не согласен, что ему не дают этого права быть младшим. Но если мать дает право, отец дает право, ребенок очень разумным развивается. Это не значит, что не надо его наказывать. Девочку наказывают с помощью отстранения. С ней не общаются, с ней разговаривают. Мальчика можно лишить свободы, подойти там, поставить в угол его, там или закрыть в комнате. Ну то есть наказывать не означает избивать там ребенка. Унижать, это тоже не наказание. Наказание всегда означает отключать краник любви. Ну как мальчику всегда надо двигаться, нужно куда-то бежать. Ты не даешь ему бежать, и он сразу начинает думать, что делать дальше. Начинает просить возможность такую. Женщине, девочке всегда нужно общение. Ей нужно общение. Она женщина, маленькая женщина. Вот, если ты не разговариваешь с ней, не общаясь, любовь не включаешь в отношениях, она сразу начнет изучать, что делать. Она подойдет к маме и скажет, мама, ты чего со мной не разговариваешь? Доченька, потому что ты вот так ведешь себя. Мама, а если я буду вести себя по-другому, ты будешь со мной разговаривать? Конечно, буду. Но ты начни себя вести по-другому. Ладно, я постараюсь. Все, вот так надо воспитывать ребенка. Дать ему право просто. Допустим, ребенок сделал какую-то глупость, вы сильно расстроились. В это время не надо его воспитывать, надо прийти в себя. Вы успокоились? Дали возможность право ребенку? Не удивляйтесь уж. Почему человек расстраивается? Потому что он удивился. Как мой ребенок съел какашки? Ну, маленькие дети иногда едят. Как это возможно вообще? Я не ожидала. Ну, помолись, успокойся. Он маленький ребенок. Ты не ожидала, но это ничего не значит. Потому что он маленький, он не понимает. Маленькие дети, годовалые дети до двух лет, они изучают этот мир, пробуя все на вкус. Это единственный способ для них познавать этот мир. Они больше не знают, как это делать. Когда ребенок пробует какашки, он просто изучает. Так, это не очень такое вкусное. Наверное, плохая вещь какая-то. Он не знает ничего про этот мир вообще. Ему ничего не известно. И ему надо практично, как бы, мальчикам. Девочки изучают этот мир словами, глазами своей мамы, своих родителей. Девочки не будут ничего пробовать. Они будут спрашивать, понимаете? Мальчик, ему как бы, что говорят, ему по барабану. Ему нужен опыт получить. А он свой опыт получает только через вкус. Он очень маленький еще ребенок. И он будет ходить все пробовать. Я даже помню себя в таком возрасте, когда я ходил все пробовал. Изучал этот мир. Больше не было никакой возможности понять. Потому что мужчине надо понять практически все. Ему объяснение вообще никак. Не алло. Вот сейчас мужчины, допустим, на лекции сидят, слушают меня. Они думают, ну, хорошо, говорит, молодец. Или я с этим не согласен, допустим. Но, понимаете, если они не будут ничего делать практически, то это то, что я говорю, это для них ноль. Это вообще не войдет в голову. Женщины совсем по-другому слушают. Они все впитывают в свое сердце. Понимаете, если они видят, что нет, как бы, ну, все складывается по полочкам, укладывается, тогда они начинают практически это применять. Мужчина пока не применит практически, знание не войдет в него. Ему надо сначала это попробовать, проверить. И даже если отрицательный результат, мужчина счастлив. Одна женщина у меня лечилась камнями, то есть я могу лечить камнями. И ей помогало. У нее муж очень богатый человек. У нее был свой завод. И он пришел такой деловой, такой пришел ко мне, говорит, что это помогает, что ли? Я говорю, ну, как вы считаете, вот жена ваша довольна, значит, помогает. Он говорит, я никак не считаю. Поставь мне камни, тогда я буду считать. Но я ему поставил камни. И он говорит, вот ты мне так поставил, а если я буду носить неправильно, что мне будет хуже? Я говорю, да, если вы вот так будете носить, то вам будет хуже, у вас снизится давление. И он, когда вышел от меня, именно так и одел. Потому что он мужчина. И он такой едет на машине, такой звонит мне, говорит, у меня глаза в кучу пошли такие. Это что, от твоих камней? Я говорю, да. Если вы их неправильно поставили, то глаза в кучу пойдут. Он говорит, работает, отлично. У него глаза в кучу пошли, как бы ему по барабану. Работает система. Знаете, то есть, мужчине главное узнать. Ему не важно, глаза в кучу там или что. Главное, что это работает. То есть, он понял. На практике ему можно только понять. Он не может по-другому никак понять, мужчина. Из этого какой можно сделать вывод? Если вы мужу своему говорите, слушай, давай бросать пить. Ну, то есть, вы можете сказать тысячу раз. Нужен практик, нужна какая-то практика, понимаете? То есть, если мужчина, как бы, мы с вами говорили, как сделать так, чтобы вчера, чтобы слова глубоко зашли в сердце. Это другая тема. Я сейчас говорю о том, чтобы он включился в отношения с вами. Часто мужчина, ну, как бы, не уважает женщину. Ее слова, ему все равно, что он там говорит. Понимаете? Для того, чтобы он вас услышал, есть еще другой способ. Надо понять, что сами по себе слова, они на мужчину не сильно действуют, если женщина не проявляет другой поступок, не совершает. Допустим, некоторые женщины мне говорят, Олег Геннадьевич, я мужа бросил. И, представляете, он такой звонит мне, говорит, вернись, я брошу пить. Так я ему тысячу раз говорил, брось пить, иначе я уйду. Это не работает. Надо, ну, понимаете, надо... Она говорит, а я уже бросила, я уже приняла решение. Понимаете, женщина, неправильное мышление. Надо мужа чуть-чуть бросить. Не сильно, а чуть-чуть. Ну, то есть, он, допустим, выпил, а вы раз с ним пять дней не разговариваете, живете в соседней комнате. И он такой, ну, что ты, ну, что ты сам пытается, как бы... Мужчина сначала, если вы с ним не разговариваете, он будет три стадии проходить. Первая стадия – угрозы. Он говорит, если вы больше не разговариваете, я это оброшу. Не обращайте внимания. Это вообще просто ерунда. Ясно, что он не бросит, нет оснований. Вторая стадия – ну, подлизывание. То есть, он начинает, как вам... Ой, моя дорогая, что ты со мной не разговариваешь, я так люблю. Не обращайте внимания. Это тактика. Ничего он менять не хочет. Он хочет просто вас сломать таким образом. Вашу позицию жизни. Это, ну, подкоп. Как бы действует. Тактика такая. Продолжайте держать дистанцию. Третья стадия. Он подходит, говорит, ну, что с тобой стряслось? Быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать и час и другой подряд. Вот. Это значит, что все. Он, как бы, пробило его. Он начал вас уважать. Вы совершили действие, понимаете? Мужчины понимают только действие. Они слова не понимают. Если, допустим, вы хотите с мужчиной что-то ему объяснить. Не разговаривайте с ним. Уедьте к маме на пару дней. Ну, то есть, как бы, совершите какой-то поступок. Не ложитесь с ним в постель. Ну, то есть, сделайте какой-то поступок, чтобы он понял, что что-то происходит. Потому что, пока вы ему говорите, ничего он не поймет. Вчера, то, что мы говорили вчера, это не отменяется. Говорить надо по-доброму, говорить после еды, там, говорить так, что входило в сердце глубокое. Это не отменяется. Но это мужчина будет слушать, если он уважает женщину. Многие мужчины просто не уважают женскую женщину, как человека, который вообще может что-то посоветовать. И вот с этим надо бороться вот так, с помощью твердой позиции. Не слушает, отстраняемся. Понимаете? Воспитывать надо мужа. Любовь к близкому человеку состоит из двух граней. Первая грань называется служение, а вторая грань – воспитание. Ко мне часто обращаются две категории людей. Первая категория людей примерно вот так говорит. Олег Геннадьевич, мы что-то жили-жили вместе, устали друг от друга, нам стало неинтересно, и мы разошлись. Вывод – нет служения. Нет служения, нет любви. Нет служения, понимаете, нет вот этого вкладывания в человека. Просто живем рядом. Он своей жизнью, я своей. Нет служения, значит, скоро закончатся отношения. Вторая категория людей. Олег Геннадьевич, я ему служила вот по вашим лекциям и заботилась, и все. Все для него делала. Он вообще нашел себе другую. Что это значит? Нет воспитания. Понимаете, есть две стороны медали любви. Первая сторона называется служение, вторая – воспитание. Запомнили? Начинается любовь, сослужение, заканчивается воспитание. И вы скажете, как воспитать близкого человека, если он слушать ничего не хочет? Это правда. Близкий человек никогда ничего не хочет слушать. Это правда. Это нормально. Что делать? Нужно понять принцип, что есть определенные стадии отношений. Вот почему близкий человек ничего не хочет слушать? А потому что он взял тебя не для того, чтобы ты его воспитывала. Или ты вышла замуж за него не для того, чтобы он тебя воспитывал. Ты вышла замуж за него для того, чтобы испытывать счастье. И он взял тебя замуж тоже для того, чтобы испытывать счастье. Не для воспитания. Для воспитания есть преподаватели, допустим, родители есть для воспитания. Но как бы не предполагалось, что я буду получать от тебя воспитание, если я тебя взял замуж. Ты должна наслаждать меня. Я должен испытывать счастье. Так человек настроен. Так он думает. Это очень эгоистическая позиция по отношению к близкому человеку. Но наша любовь состоит из эгоизма. Мы эгоисты в любви. И поэтому есть определенные этапы. Слушайте меня внимательно. Человек должен сначала служить близкому человеку. И это служение должно быть без унижения. Мы с вами будем изучать, как служить без унижения. Это большая проблема. Как только начинаешь служить близкому человеку, ты для него что-то сделал, он раз такой. Не обратил внимания. И у тебя два варианта. Или психануть, или унизиться. Но есть третий вариант, который дает победу над судьбой. Не обратить внимания. Этот вариант называется бескорыстное служение. Ты сделал что-то для человека. И, допустим, он не сказал спасибо. Ничего страшного. Но это может быть ничего страшного только в том случае, если ты любовь уже получил из другого источника. Вот это бескорыстно. Допустим, женщина приготовила мужу, а он не сказал спасибо. Это значит, как сделать так, чтобы не обидеться. То есть не унизиться. Если ты унизилась, любви не будет. Как сделать так, чтобы не унизиться? И его смочь воспитывать. Потому что если ты не унизилась, значит ты сможешь его воспитывать. Нам, наверное, не хватает воздуха, да? Душновато? Нормально, да? Запомните, только в том случае, если вы готовили пищу с молитвой и получили в сердце чувство, что Богу нравится то, что вы сделали. Вы как бы для Бога приготовили. Почувствовали счастье от отношения с Богом во время приготовления. И муж поел, не просто поел то, что вы приготовили, а он поел освященную пищу. Он получил благо очень большое от этой пищи. И вы уже довольны просто тем, что он поел эту освященную пищу. Вам не обязательно, чтобы он ее хвалил. Это называется бескорыстное служение. Или вы, допустим, когда стирали белье мужу, развешивали, вы заговорили его. Пускай у тебя на работе будет успех, пускай ты будешь здоровым, когда ты будешь ходить в этой одежде. И вы это делали с молитвой к Богу, обращались к Богу. И если у мужа все это получается в жизни, вы говорите, спасибо тебе, Господи. Вы получаете взаимность от Него. Вот теперь послушайте меня внимательно. Если вы делаете все бескорыстно по отношению к близкому человеку, означает, не обижаетесь на него, не требуете взаимности. То в этом случае ваше служение уходит очень глубоко в сердце этому человеку и вызывает чувство, очень важное чувство, которое должно возникнуть в жизни человека. Это чувство называется чувство благодарности. И это чувство является основой гарантии, что вы будете вместе надолго. Понимаете, чувство благодарности это не чувство, которое возникает и исходит от человека. Это чувство исходит от Бога в сердце. Это Господь благодарен тебе за то, что ты служишь этому человеку. И человек не может никак отказаться от этого чувства. Чувство благодарности исходит из сердца, независимо от того, хочет этого человек или не хочет. Если человек что-то делает бескорыстно, чувство благодарности обязательно возникнет. Вот если я, допустим, бескорыстно читаю вам лекцию, то тогда в этом случае у вас обязательно возникнет чувство благодарности. А если корыстно, не возникнет. И это значит, не будет обмена между нами. Я потратил силы, а толку никакого нет. Потому что именно чувство благодарности и даёт ощущение счастья. Понимаете, если вы приготовили, но при этом ничего не ожидали, просто приготовили, ничего не ожидать невозможно. Потому что любовь всегда требует обмена. Ты вложил в любовь, хочешь назад. Поэтому нужно не по-другому настраиваться. Нужно вкладывать в отношения с Богом, когда ты служишь близкому человеку, и от Бога получать счастье. В сердце прямо. И ты когда отдаёшь это такое служение близкому человеку, от него исходит благодарность в это время. И благодарность – это такое чувство, которое открывает уши. Это значит, что с этого момента, когда человек тебе стал благодарен за то, что ты сделала, он говорит – спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Я очень благодарен судьбе, за что у меня такая жена. С этого момента можно начинать его воспитывать. Потому что воспитывать близкого человека, пока не возникло чувство благодарности, это разрушать отношения. И воспитывать близкого человека можно только по-доброму. Только с шуткой. Разок. Мне на день рождения подарили вкусный пирог. Не скажу, какой, а то все принесут. У меня такое уже. Я не знаю. А родители. Ну ладно. Ну я рассказывал эту историю, чтобы вам показать, как воспитывать близкого человека. Вот. И... Жена любит все дарить. Все, что я привожу, все сразу раздаривается. И она обожает просто. Она, когда увидела этот пирог, она его поставила на стол. А я думаю – вот, такой пирог вкусный, я теперь смогу его поесть. Я так хотел, мечтал. Вот. Она посмотрела на него и говорит – надо половину отдать друзьям. Я говорю – давай одну четвертую отдадим. Она говорит – давай. И разрезала пирог на три части. Одну часть сразу, одна часть, одна третья сразу улетела. Пирога стало на одну треть меньше. Потом она на обед отрезала мне кусочек пирога. Я съел, но думаю, еще на три дня как минимум. Вот. Потом дальше, вечером пришли подружки. Она накормила пирогом подружка. Пирогом подружка. Потом с утра она мне рассказывает, что слушай, как бы такая ситуация, я что-то ничего не приготовила. Мне этот пирог особо вообще не нравится, но пришлось его съесть. Потому что нечего было кушать. Я в шоке, короче. Ничего не осталось. Я открываю холодильник, пирога больше нет творожного. Я мог, конечно, надуться, как лягушка и лопнуть потом от гнева. Но это бы не помогло. Я помолился, переварил это все. И просто начал рассказывать жене историю о том, как я остался без творожного пирога. И начал рассказывать очень эмоционально, театрально очень. Она каталась по полу от смеха. Каталась по полу. В следующий раз она попросила... Это продолжение истории. Вы не знаете, это же недавно произошло. Она попросила друзей подарить нам два пирога творожного. И один пирог она сразу раздала. А из второго три раза мне по кусочку досталось. Примерно такая же схема была и с остальным. Все разлетелось. Или она съела сама. Но три кусочка это уже неплохо. Ну то есть она сделала свои выводы и начала стремиться вести себя по-другому. Ну то есть это означает, что вот такой метод очень хорошо работает. С любовью обучать близкого человека. Но с любовью означает простить, принять его. Или строгость, добрая строгость. Но злоба никогда не помогает человеку понять. Если мы злимся, кричим на него, то это не помогает. Понимаете, но даже если у тебя есть добрая строгость, но он неблагодарен тебе, он тебя не услышит. Знаете, люди часто живут друг с другом много лет. И у них все разговоры только о работе, о детях, о делах. У них нет сердечных разговоров. Им нечего глубокого друг другу сказать. Если у человека есть какие-то глубокие реализации в жизни, он близкому человеку об этом ни за что не скажет. Есть только одна причина. Потому что никогда в жизни у них друг к другу не было чувства благодарности. Чувство наслаждения было. Чувство счастья было. Чувство, что все классно у нас вместе жить, было. А чувство благодарности, понимаете, это когда ты видишь, что твой человек, с которым ты живешь, лучше тебя, лучше. Он делает что-то для тебя, ничего не просит взамен. Он лучше тебя, этот человек. И ты подходишь к нему и говоришь, ты лучше меня, спасибо тебе за это. И вот когда это чувство благодарности возникло, можно близкому человеку сказать какие-то сокровенные вещи. Часто люди жалуются мне, что мы прожили 15 лет вместе. И потом бац, близкий человек от меня уходит. У нас дети, у нас квартира, у нас семья. Мы родные люди. Как он мог уйти? Меня просто один вопрос спрашивают. Как он вообще мог? Запомните, квартира, семья, дети не удерживают человека рядом. Человека рядом удерживает только чувство благодарности. Если он благодарен тебе за все в жизни, он не уйдет. Он останется просто потому, что он тебе благодарен. И очень сильно это чувство увеличивает, когда в доме поклоняются Богу. Это третья вещь, которую я хотел вам сказать. Я вам рассказал о том силе, который дает любовь к людям, что человек становится успешным социально. Я вам рассказал о здоровье. Кто такой здоровый? Тоже успешный человек. Мягкий, пушистый, такой пухленький, счастливый, радостный, терпеливый. Приятно с такими человеками видеть дело. Но есть еще одна сила, которая дает человеку преодолевать препятствия. Вот, допустим, по судьбе все рушится, ломается. Но если человек сосредоточился на Боге, он начал слушать молитву и сам повторять так же, потому что сосредоточиться на Боге самому невозможно. Точно так же, как аромат переносится от одного цветка к другому, это называется опыление. Тогда хороший урожай. Вот, чтобы у нас урожай был хороший в отношениях с Богом, нужно опылить аромат нашей веры. Нужно слушать тех, кто молится. Вот чем мы занимались вчера. Почувствовали? Хорошо? Понравилось вам, как мы повторяли? Это можно перенять только от тех, кто искренне молится. И вот, когда человек искренне начинает молиться, то у него, он преодолевает препятствия, которые невозможно преодолеть самому. Ну, то есть, фактически, следует знать, что если человек верит себе, верит в свои силы, то вот силы у него кончаются, и препятствия становятся непреодолимы. Есть другой вид веры. Когда человек перестает верить себе, своим силам, он начинает верить Богу. И препятствие становится преодолимым. И тогда же чудеса происходят. У вас здесь в одном храме даже источник забил, да? Прямо из земли, в тюрьме, да? Это святой Петр или кто там? Павел? Я не помню, кто здесь у вас. Это было прямо здесь, в Риме. Он сидел в тюрьме, и... Его окружение говорили, что «Чего ты молишься Богу? Он тебе ничего не дал. Ты даже попить не можешь, у тебя жажда». И он сказал, что если Бог захочет, я попью. И сразу вода пошла из земли. Как его зовут? Кто это его? Он должен знать историю своей культуры.